А у Мазыры после капитальной реконструкции выхованцы уприняли Центр детской творчести и специализованная детская юнацкая спортивная школа Олимпийского резерва. Это важные и, саправдой, потребные городу и району объекты. Наши корреспонденты с подробностями. Сегодня Мазырский Центр детской творчести работает в двух будинках. Первый после реконструкции открыли в середине вересня. Сейчас не дошла черга другого корпуса. Проблемы подчас проведения тут капитальных ремонт были связаны со статусом побудовы, которая является историко-культурной каштовностью. Хоть в полной ступени это, правда, символично. Минавито в таком будинке теперь будут заховывать и развивать народные традиции. Дальше, подчас открытия установы Центр отримал два сертификаты. На 20 тысяч рублей от Абл-Выконкама и на 10 тысяч от Мазырского райвыконкама. Есть возможность сегодня развивать интересы по различным направлениям. И хореография, и другие разработчиковые искусства. И самое главное, что те традиции, которые есть в наших дедах и прадедах, они сохраняются благодаря тем педагогам, которые здесь работают и дают возможность нашим детям себя проявлять в тех или иных направлениях. Открытие Центра детячей творчести для Мазыра – саправды значная падея. Некольких годов занятки проходили у разных кутка города, что было незручно, как для самих выхованцев, так и их батьков. Непосредственно, этот будинок за проблем с финансованием находился на реконструкции 8 годов. Для распросовки проектно-кошторостной документации, подрядных работ и монтажу обсталевания спотреблялись амаль 2 миллиона рублей. Зато и теперь дети могут развивать свой творший потенциал у саправды комфортных умовах. Глиной работать не тяжело, потому что, когда ты ее держишь, она себя не ведет так, шатается все время, она не ведет себя так. Ну, то есть ей легко работать. Еще один открытый объект – специализованная детячая юнацкая школа Олимпийского резерва номер 2. Необходные для капитального ремонта сродки выдатковали из областного и районного бюджетов. Плюс гроши, которые школа заработала на оказание паза бюджетных послуг. У Мазары-Перекананы проведение этих работ было необходимым. За час эксплуатации будинок пришел в такий стан, что займаться им далеко становилось небеспечным. Размобы об тем, как больше не развивать, у Мазары такие виды спорта, как вольная боротьба, тяжкая и легкая атлетика, а так само акробатика, не было. Сяруть сегодняшних новушенцев с дюшар, пераможцы, призеры, республиканских, европейских и сусветных споборництвов. Пришим сяпер, тут могут займаться так само и люди с замежованными физичными махчимостями. Не выключено, что для их у школы будут проводить спортивные турниры. Мы, в принципе, хотели бы даже попробовать в ближайшее время провести какой-нибудь турнирчик с людьми с ограниченной возможностью. Потому что все условия, безбарьерная среда, подъездная группа, въезд в игровой зал, туалет и все оборудовано под эти соревнования.